Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Новосибирский областной суд сегодня рассмотрел жалобу стороны защиты на арест Евгения Покушалова. Заместителя директора клиники Мишалкина задержали 20 февраля и буквально через два дня отправили в следственный изолятор. Как и заседание 22 февраля, сегодняшний процесс шел в закрытом режиме. Против съемки выступили и адвокат Евгения Покушалова и сторона обвинения. Для того, чтобы не раскрывать тайны предварительного следствия в соответствии с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, мы просили суд рассмотреть дело по апелляционной жалобе в закрытом судебном заседании. Покушалова обвиняют в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. По версии следствия, ущерб, который он нанес бюджету, заставил 1 миллиард 350 миллионов рублей. Впрочем, коллеги и пациенты ученого в это не верят. Десятки. Десятки людей, жителей города, страны поручили за Евгением Анатольевича. Евгений Анатольевич занимается спасением людей, как лично, своими собственными руками, как руководством его команды, так и разработкой лекарственных средств. Я не знаю, какие у нас в стране хирурги способны включиться в работу и сделать новое лекарство. Причем новое лекарство это не какое-то там маргинальное для каких-то там орфанных болезней, где там 10 человек в год болит. Сейчас без этого лекарства 20 тысяч человек в год умирает только в России. Однако гособвинитель посчитала. Несмотря на все заслуги фигуранта, его необходимо оставить под стражей. Общественники выяснили, у Покушалова есть три квартиры в США общей стоимостью больше 3 миллионов долларов. Говорят, он купил их на заработанные деньги и не скрывал от коллег. Однако спросить об этом самого ученого не удалось. В процессе он участвовал по видеосвязи, а сам находился в СИЗО. Хотя и без этого его позиция ясна. Честно говоря, я еще не понимаю, что происходит и как только вообще возможно в цивилизованной стране просто будет беспредел. Защита надеялась на то, чтобы Покушалову изберут более мягкую меру пресечения. Но этого не произошло. Обвиняемый останется в камере. Анна Скок, Евгений Агеев, экстренный вызов. Погрели руки на кредитах и пособиях. Аферистов-многостаночников будут судить в Новосибирске. По делу проходит сразу 13 фигурантов, а ущерб исчисляется миллионами рублей. В разношерстной кампании обвиняемых жителей Новосибирской области и республики Хакасия. Они провернули целый ряд махинаций. Согласно материалам дела, подельники подыскивали нуждающихся в деньгах людей и оформляли на них кредиты. Фигуранты похитили деньги Альфа-банка и Сбербанка путем предоставления заведомо ложных сведений от имени подставных физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты и исполнить кредитные обязательства. Граждане заранее были трудоустроены в специально созданной организации, заключившей договоры о зарплатном проекте с этими кредитными учреждениями, что обеспечивало выдачу банками кредита. Кредитные средства шли в карманы злоумышленников, которые рассчитываться с банками не планировали. Всего им удалось похитить порядка 17 миллионов рублей. При этом у комбинаторов был еще один источник нелегального дохода – получение социальных выплат. В данном случае подельникам удалось поживиться уже бюджетными деньгами. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сообщили в государственные органы заведомо ложную информацию о том, что их несовершеннолетние дети имеют признаки заболеваний, дающих право на получение пособий и социальных выплат, а также предоставили поддельные документы. Полученными в результате мошеннических действий денежными средствами в сумме более 3 миллионов рублей фигуранты распорядились по своему усмотрению. Как полагают правоохранители, еще несколько махинаций с пособиями компаньоны провернуть не успели, так как в дело вмешались оперативники АБЭП. В ближайшее время подельники предстанут перед Фемидой. К слову, руководитель группы 37-летняя женщина, которая признала вину в полном объеме, уже выслушала приговор. Первомайский районный суд назначил ей 4 года и 8 месяцев колонии. Леонид Лишенко, Евгений Агеев. Экстренный вызов. Обеспечил нарушителя работой на собственной даче. Директор новосибирского филиала паспортно-визовый сервис МВД пойдет под суд за организацию незаконной миграции. Руководителя подразделения Владимира Постникова и его подельника, коммерсанта Ибрагима Иномова, задержали летом прошлого года сотрудники ФСБ. По версии следствия, компаньоны выяснили, что у одного из иностранцев истек срок пребывания в России и решили его поселить у директора на даче. В результате гастарбайтер получил не только временное убежище, но и работу. Нелегал трудился на участке своего благодетеля около пяти месяцев. Обвиняемые обеспечивали мигранта продуктами питания, материалами для осуществления строительных работ. Весь период времени иностранец на дачном участке директора предприятия скрывался от правоохранительных органов и выполнял строительные работы. Таким образом, подельники, действуя по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации. Слесаря убило ковшом экскаватора под Новосибирском. В компании современные горные технологии. И вновь смерть человека на рабочем месте. ЧП произошло накануне днем на обособленной площадке подразделения «Разрез Восточный» в Искитимском районе. Известно, что 35-летний мужчина занимался установкой гусеничной ленты на экскаватор. Возможно, работал он с нарушениями техники безопасности, в результате чего и получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что чуть больше месяца назад на этом же предприятии уже был подобный смертельный случай. Тогда сорвавшимся со ступицы колесом Белаза насмерть придавило двоих рабочих. Следствие продолжается. А вот по уголовному делу о покушении на таксиста комитет закончил работу. Душегубы вскоре предстанут перед судом. Вспомним, что произошло в Карасуке. Это была невероятная история фантастического стечения обстоятельств. В конце декабря прошлого года в городе Карасук двое остановили автомобиль такси и попросили участника подбросить их в гаражный массив. Водитель даже не подозревал, с кем имеет дело и чем вообще все закончится. На его шею накинули удавку и когда мужчина потерял сознание, затолкали в багажник. Сами поехали кататься. Но пострадавший очнулся и смог не только сбежать, но и преследовал злодеев на попутке, сообщая координаты полиции. Получив информацию о транспортном средстве, на котором передвигаются злоумышленники, полицейские организовали мероприятия по их задержанию. Вскоре автомобиль был остановлен на одной из улиц Карасука. В нем находились двое мужчин 26 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за неправомерное заводение транспортным средством. Фигурантов сразу взяли под стражу и вменили покушение на убийство. Согласно действующему законодательству, подельникам может грозить до 15 лет колонии строгого режима. Хотя пока лишь завершилось следствие, так что об итогах дела говорить еще рано. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Новосибирец прожил 20 дней после того, как не попал к медикам с острой болью в животе. Юрий Филимонов скончался в ЦКБ в начале марта. Судмедэкспертиза установила, что у мужчины был рак на последней стадии, но диагноз ему не ставили до последнего, не замечали. Эту информацию тут же отреагировали областной Минздрав и Следственный комитет. Начались проверки. К этой жуткой истории мы еще вернемся в следующих выпусках программы, а пока расскажем о другой похожей. В Верском суде пошли на мировую представители областной больницы и их бывший пациент Антон Ермоленко. Точнее его мама, так как сам молодой человек после обращения к врачам навсегда прикован к кровати. У Антона Ермоленко всего лишь заболел зуб, и молодой человек обратился к стоматологам. В результате парень пережил клиническую смерть, впал в кому, прошел несколько тяжелых операций, но все равно остался в вегетативном состоянии. В экспертизе там однозначно вина областной больницы установлена, ну и, соответственно, дабы уменьшить, уйти от штрафов, потому что Антон жив, к счастью, если бы они не согласились на мировое соглашение, тут действует закон о защите прав потребителей, был бы еще штраф 50% от сына присужденного. Решили договариваться, мама с этим согласилась, потому что и самый положительный момент, люди с момента вынесения решения до вступления его в силу, деньги получают до полугода. А здесь деньги мамам получат через конце марта они уже у нее будут. Итог мирового соглашения. Следующая областная больница заплатит 3,5 миллиона рублей сразу, после ежемесячно будут перечислять по 20 тысяч до конца жизни. Мама Антона уже ищет клинику в Санкт-Петербурге, где ее сын сможет начать реабилитацию. На этом все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 10 до 6. Звоните. С вами была Ксения Смотрова. Берегите себя и соблюдайте законы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова